Привет! У нас замечательная погода и сегодня я на балконе, потому что просто супер тепло и очень комфортно находиться здесь. Я хочу сегодня затронуть очень интересную тему про еду в шведских больницах, потому что я немножко почитала об этом не про Швецию и захотелось рассказать об этом, потому что я вспомнила, как это было у нас. И если вы смотрите мой инстаграм, то возможно вы помните, что в январе 2019 года мой муж сломал ногу. Сломал так, что ему была нужна операция и он сутки провел в больнице. Сутки, когда была операция и даже полдня еще следующего. Хочется отметить, что помимо того, что люди платят ежемесячно налоги и часть из них идет на медицину, помимо этого еще, когда человек лежит в больнице, он платит за свое пребывание. Само лечение для него бесплатно, но вот за пребывание он должен заплатить. И это сумма 100 крон в день. 100 крон это, если на рубли, то где-то сейчас 750 рублей, но просто так переводить на рубли бессмысленно, потому что зарплаты везде разные. И хочется сказать, что 100 крон это примерно 3 билетика на автобус, 3 раза проехаться на автобусе. Поэтому нельзя сказать, что это прям очень много. И в некоторых регионах также есть такая вещь, что если человек лежит очень долго в больнице, то есть ограничения по тому, сколько ему нужно времени платить таким образом. Но не везде. В стокгольмских областях, например, я такого ограничения не нашла. Не знаю, я искала-искала, но не нашла. Возможно, это как-то по-другому еще может покрываться какой-нибудь страховкой. Пока не знаю. Что же человек получает за эти 100 крон? Помимо основного ухода, который осуществляют врачи и медсестры, есть еще такой важный пункт, как еда. И еда в больнице в Швеции. Я должна это зачитать, потому что это просто фантастика. Это с сайта 1177.7. Это очень важный сайт в Швеции. И если кто-то переезжает, он обязательно должен знать этот сайт. Там все по поводу медицины. Значит, еда, когда ты находишься в больнице. Когда ты в больнице, это очень важно, как никогда, чтобы тело получало ту энергию, которая ему нужна. Еда – это часть ухода за пациентом. Очень важное предложение, которое мне безумно понравилось, это – все пациенты не могут есть одну и ту же еду. И теперь начинается самое интересное. Что же это значит? Когда человек находится в больнице, ему предлагается меню. Мой муж был в больнице. Ему действительно приносили это меню. В его меню было, значит, два варианта блюд из курицы, два варианта блюд из рыбы, два варианта из мяса и еще два, если ты вегетарианец. К каждому приему пищи предлагается напиток, салат или свежие овощи, масло или маргарин и хлеб. Также в обед и ужин часто входит десерт. Десерт? Реально в больнице десерт, меню. И это за 100 крон, за три билетика в транспорте. Конечно, 100 крон не покрывают полностью затраты на пациента. Но таким образом, как бы, видимо, государство компенсирует то, что ему там недостает, возможно. Я не знаю. Ну, система такая. И это здорово, особенно учитывая, что средняя зарплата по Швеции после налогов – это примерно 25 тысяч крон. Да, конечно, если человек лежит несколько месяцев в больнице, то тут уже нужно как-то думать и решать эту ситуацию. Но уверена, что наверняка есть какие-то выходы из сложившейся ситуации. Но когда человек лежит в больнице несколько дней, то вполне доступно. Когда мой муж был в больнице, то помимо соков, чая, кофе, также предлагалось еще и пиво. Конечно, это не крепкое пиво, которое продается в специальных магазинах для алкоголя, как систембалагет. Но, тем не менее, как бы, да, не крепкое пиво, оно было в наличии в больнице. Я считаю, что это прям вообще классно. Это нереально круто, когда еда подстраивается под человека. Также мы, например, лично не столкнулись, но, тем не менее, написано, что если человек аллергик, то у него также может быть своя собственная еда, которая ему будет подходить. И это, блин, ну это нереально круто. И даже, я не знаю, ну пока, наверное, с этим не столкнешься, не прочувствуешь, насколько это действительно здорово. И это, блин, это работает. Это реально так. То есть, это именно то, что я уже могу рассказать не только там, прочитав где-то. Это то, через что мы прошли, прошел мой муж. И он был, конечно, в диком восторге, но ему вообще очень повезло. Это была первая больница в его жизни, в которую он попал, и она оказалась вот в Швеции. Я ему говорю, что я ему завидую. Ну, потому что у меня-то был опыт, и неоднократный, но не в Швеции. Чуть не забыла уточнить, что эта плата 100 крон в день, это относится только к взрослым пациентам. То есть, это взрослый, который лежит в больнице. Все дети, младше 18 лет, находятся в больнице бесплатно, им не надо ничего платить. Я не уверена по поводу того, будут ли бесплатно кормить взрослого, который сопровождает ребенка. Мне нужно об этом узнать, почитать, и я об этом расскажу как-нибудь в другой раз. Но само нахождение взрослого в больнице, который сопровождает ребенка, если, например, родитель с ребенком лежит, то оно будет бесплатно. Но вот я не знаю, будут ли его кормить. Поэтому об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Поэтому подписывайтесь, присоединяйтесь, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!